Ну что, на дворе первое число и у нас обновились ежемесячные бонусы. Давай проверять, чего же новенького завезли нам разработчики. Большой всем тюлени привет, с вами на связи Аркадий и Толкенвейд. Каждый месяц у нас обновляется как минимум магазин Пайман, обновляются бонусы на форуме, а также у нас обновляется Витая Бездна. Поэтому сегодня предлагаю посмотреть, чего же там интересного нам завезли разработчики. Но перед тем, как мы пойдем это все смотреть, небольшая рекламная вставка. Ищешь одежду с Геншин Импарт? Тогда отправляйся на сайт Все Майки. Здесь ты найдешь крутую и удобную одежду с яркими принтами по любой игре. Также здесь огромный выбор товаров по другим тематикам. Сериалы, кино, игры, аниме и многое другое. От меня промокод ИТолкенвейд1021 на скидку 10%. Он суммируется со всеми скидками на сайте. Все ссылочки ты найдешь в описании. Ну что ж, давай начнем по порядку. Во-первых, сегодня обновились ежедневные награды за входы на форуме. Да, вот по ссылочке в описании ты можешь перейти и получать ежедневно небольшие награды. Если ты будешь ежедневно заходить на форум и там отмечаться, то в течение месяца ты получишь 60 примагемов, небольшое количество моры, книжек опыта и там помелочевки. Ссылка, как я и сказал, будет в описании. Если ты еще ни разу туда не заходил, то за первую регистрацию ты получишь дополнительно 100 примагемов. Мелочь, а все равно приятно. Особенно если ты все равно будешь ежедневно заходить на форум. Там действительно очень много интересной информации. А дальше, конечно же, витая наша любимая бездна. Что тут нам новенького завезли? Давайте посмотрим на бонус от спирали. После начала испытаний, когда у персонажа 100% элементальной энергии, он получает одно благословение в секунду. Эффект складывается до 10 раз, когда персонаж применяет взрыв тихий, у него развеиваются все благопожелания. При этом, каждая из них увеличивает наносимый урон на 5% в течение следующих 10 секунд. Во время действия этого эффекта, увеличение урона, персонаж не может получить новое благословение. То есть, в принципе, очень легкий бонус. Мы настакиваем нашу ульту, ждем некоторое время, после этого юзаем ульту, получаем бонус к урону. Используется гораздо проще, чем предыдущее благословение, и, в принципе, можно сказать, все. Хороший баф, мне он будет лично нравиться. С другой стороны, не будет этот бонус для револьверных патчек, то есть, которые постоянно быстро используют ульты. Здесь нужно именно подождать, не используя ульту некоторое время. Противники не обновлялись, поэтому у тех, у кого были проблемы с 12-й бездной, они никуда не денутся. Поэтому готовьтесь, все-таки нужно будет немножечко поработать над собой, подсобрать отрядики. Если нужна будет помощь с отрядами, либо же с сборками, то на этой неделе у нас будет рим Пандоры. Поэтому в это воскресенье обязательно приходите, будем разбирать ваши отряды, смотреть, что вы там насобирали, давать свои рекомендации. Итак, с Святой Бездной разобрались, давайте посмотрим на магазин Пайман, куда же без него можно деться. Так, что у нас завезли в магазин Пайман? Ну, в принципе, здесь уже было понятно, что у нас будет. Здесь у нас, конечно же, будет Беннет. Да, именно Беннет, это вообще прекраснейший молодой человек. Если у вас его еще не было, то действительно его нужно забрать. Это тот молодой человек, который действительно один из лучших саппортов, который, в принципе, используется почти во всех отрядах. Потратье 34 блеска. Это, в принципе, вполне хороший обмен, если у вас его действительно нету. Лиза тут уже по вашему усмотрению. Лично я не люблю базовых персонажей, но если вы ее симпетите и вам нравится за нее играть, и действительно созвездия на нее трудно собирать, то вот, в принципе, из магазина Паймана это действительно единственная вещь, когда вы можете просто собирать созвездия на базовых персонажей. Поэтому why not? Если вам оно действительно нужно. Если не нужно, то скипаем. Из оружия здесь у нас черногорское оружие, одно из лучших фритуплейных пушек, которые может себе позволить любой игрок, который просто играет, и у него ничего не выпадает. Все дело в том, что здесь достаточно неплохая базовая атака, плюс крит-урон. А пассивка, ну, периодически может работать, может не работать, да, то есть, в принципе, витой бездне у нас постоянно какое-то убийство идет, поэтому она там работает. Ну, то есть, спорная вещь, то есть, иногда может помогать, иногда не может, но сам факт, что здесь на пушке накрыт урон, это очень-очень хорошая вещь. Поэтому копье очень часто заходит, меч заходит, лук, то есть, ну, в принципе, многим персонажам действительно можно найти, куда применять, и действительно, как фритуплейная пушка, это вполне себе достойная вещь, которую можно будет на себя надеть, и, в принципе, не испытывать никаких проблем с дальнейшим прохождением. Ну, и, само собой, 10 бесплатных молитв, никуда они не деваются, за блеск можно приобрести. Кстати, напиши в комментариях, выпало ли тебе что-то это с них легендарного, или же ты их оставляешь на, как сказать, на открытие Ху Тао, которое будет уже совсем скоро, она будет завтра, да, завтра в 8 часов начинается открытие Ху Тао, и поэтому, если ты хочешь пооткрывать молитвы со мной на стриме, то у тебя есть такая уникальная возможность, единственное что-то, что на вторник уже у нас есть 100 человек, да, целых 100 человек будет открывать завтра на стриме, и мы решили продлить стрим открывания молитв на следующий стрим, в четверг тоже будет стрим с молитвами, и можно будет прийти на четверг и тоже посмотреть, как везет ребятам. Я прям вообще в шоке от количества желающих, это действительно большое число, и мне приятно, будем считать количество примагемов, потраченных на Ху Тао, тут действительно лютое количество цифр получается. А также сейчас можно приобрести вот все бонусы, которые есть, да, то есть Мору можно приобрести, другие плюшки, то есть если вы очень часто открываете молитву, у вас много блеска, то в принципе покупать с книжки опыта Мору, это будет неплохим вложением вашего блеска, потому что, ну иначе вот его будет получаться такой вот, у меня 22 500, куда его тратить, я вот до сих пор не знаю, ну то есть можно вот просто взять, приобрести на 300 блеска себе, ежемесячно. Моры, в принципе Мора это та валюта, которая всегда вам будет нужна, в любом случае, вне зависимости от ситуации. Поэтому получается так, в принципе на сегодня все, такие вот бонусы разработчики нам подготовили на сегодня, ожидаем конечно же заключение текущего ивента, проходите войны лабиринтов, забирайте себе бумажного питомца, все-таки уникальный пэт, который достается, достаточно редко, то есть если допустим фея у нас уже более-менее стандартная вещь, да, то есть она приходит на повторные, для того чтобы можно было забрать другие цветы, цветов, а сикикосе это все-таки более-менее уникальная штучка, ничего подобного нет, точно так же как и океанидик наш маленький летающий, поэтому все-таки такую фигурку нужно забрать с ней и все-таки весело ходить, показывать то, что ты какой-нибудь уникальный игрок. Хотя возможно потом разработчики просто нам сделают возможность купить замору, точно так же как это было с Арфой и с другими игрушками. Но пока что так, большое спасибо тебе за то, что досмотрел до этого момента, буду рад тебя видеть завтра на прямой трансляции, а на сегодня это все, большое спасибо тебе за просмотр и до встречи в следующем видео, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok